Отчим В этой семье не употребляют, и не потому, что плохо знают русский язык, а потому, что Айтач – папа, новый, турецкий. Мой папа был турецко-подданный. В России все думают, я бомбит. В Турции я спрашивал много, как возможно, ты чё он, Белли. Я сказал всегда, потому что мама блонденькая. Любовь Соколова! Любовь Соколова! Чемпионка мира и лучшая волейболистка Европы 2006 года Любовь Соколова свою большую любовь нашла на берегу Турецком. Но это был, не подумайте, роман не курортный, скорее служебный. Когда я его только увидела, он вообще был с длинными волосами, вот такие у него были, длинные, чёрные. Можешь, скажи, мошки, тёр. Они тренировались в одном спортивном зале. Роман между русской звездой турецкого волейбольного клуба и местным турецким волейболистом завязался с первого взгляда. Я когда видел она, я думал, красная женщина. Конечно, сердце горело чуть-чуть. Сердце загорелось у обоих, и не на шутку. Когда после окончания контракта в Турции Соколова вернулась домой, она очень скоро поняла, как же сильно её тянет обратно, к нему, в Турцию. Мы созванивались, перезванивались, и в один момент я сказала, я так устала, я больше не могу играть в этот волейбол. Он такой, ну так собирай вещи и приезжай ко мне. Я собрала вещи и приехала. Сначала одна, но потом уговорила Айтачи, чтобы в Турцию из России к ним переехала её мама, а вместе с ней Данила, трёхлетний сын. Красавцу Айтачу было непросто решиться на то, чтобы в один день так круто изменить свою жизнь. Но ради любимой русской женщины он согласился. Сначала было тяжело. Очень. Всем. Человек, который всё время жил под маминым и папиным крылом, он жил для себя. И в один момент ему жизнь преподнесла такое испытание. И вот именно это, наверное, было для него трудно. Перестроиться. Перестроиться сразу к двум человекам. То есть к жене и сразу к ребёнку. Я думаю, я не был супер муж и супер папа. Только Люба очень помогала мне. Своих любимых мужчин Люби пришлось воспитывать. Прививать отцовские чувства одному и сыновьи другому. Маленькому Даниле в то время было очень непросто. Ещё бы. Делить мамину любовь с каким-то турецким дядей. Он устраивал капризы. То есть он пытался обратить своё внимание больше к себе. Моё внимание к нему. Борьба за маму. Что всё-таки мама должна быть со мной. Быть более внимательной ко мне. А не с Айтачем. И я на этом фоне была, наверное, таким балансом, бегущим между одним и вторым. Перелом в отношениях Данилы и Айтача произошёл в трудный момент жизни. Малыш серьёзно заболел, а Любе необходимо было надолго уехать на соревнования. Ей было непросто решиться оставить больного ребёнка с отчимом, с которым у них не клеились отношения. Но интуиция подсказала, что сына можно оставить на Айтача. На него в такую трудную минуту, когда ребёнок болеет, когда необходимо внимание мельчайшее, то есть водичку принести, температуру померить, в такой-то час выпить таблетку, выложить спать. Когда он всё это сделал, когда он всё это прошёл, и у него, наверное, вот это вот спало, так вот всё нормально, теперь всё хорошо. Потому что после этого вообще пошло всё замечательно. Айтач очень такое нежное издание. Ну, не чересчур, конечно, такой, ну, просто как вот больше, чем я, даже нежнее к нему относится. Сначала называл по имени Айтача, Айтача, Айтача. Я говорю, а давай, говорю, сделаем Айтач приятное, давай его назовём папой. Он такой, ну, не понимал, да, сначала. Я говорю, а что такое слово папа? Он такой, не знаю. Я говорю, давай, вот смотри, папа – это тот человек, который всё делает, всё тебе покупает, всё тебе приносит, заботится о тебе, не знаю, любит. И в один прекрасный момент он прям начал говорить ему папой, всё, вот папой, папой. То есть больше Айтача в устах не слышалось. Вот мы покажем нового папа, сына без сердца, я не баба, я. Вау! Ау! Они вместе 8 лет, и сегодня все их проблемы уже далеко позади. Данила, как и мама с бабушкой, тоже искренне считает, что ему с новым папой повезло. У него, правда, свои аргументы. Прежний папа, да, он ничего его не покупал, ничего. Только плюшевые игрушки, мягкость. И всё. А мой папа покупает мне, ну, этот, ну, как бы добрый такой. Прощает меня. Покупает, ну, не всё. Пистолет. Можешь купить? Покупает, только один. А бабушка мне купила два. Бабушка ужас. Она все делает. Она, он сказать, бабушка, она, я здесь, что купим, что делаем? Я скажу, мама, пожалуйста, не надо. Такая нормальная, абсолютно российская семья. Мама, сын и папа, которые интеллигентно, воспитанно критикуют тёщу за то, что она чрезмерно балует внука. Правда, в отличие от многих и многих российских пап, родных, этот ставит интересы ребёнка неродного, гораздо выше своих собственных. Всегда у него только одна забота о Данечке. Вот меня, я уезжаю, он остаётся один. Я позвоню, спрашиваю, Айтач, как там дела? Как, что? Всё нормально, мама. Всё, мы покушали, сделали. Сейчас идём гулять или на баскетбол едут. Всё нормально, я спокойна. Давай, зайчурок, пойдём. Дура, дура. Пока, мамочки. Они живут душа в душу, русская к турецкой, мужчина и женщина. А между ними ребёнок, который хоть и не похож на Айтача цветом глаз и волос, зато во всём остальном настоящий мужчина. Как отчим. Точнее, как папа. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Айтач не знает, кто именно из русских классиков произнёс эти слова, но живёт он именно по этому принципу. И всё делает правильно для того, чтобы через много-много лет его русский сын Данила Гордо во весь голос цитировал другого классика. Мой папа был турецко-подданный.